Дорогие братья и сёстры, рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа. И мы будем продолжать вместе всей Церковью вникать в Евангелие от Иоанна, вернее от Луки. Я буду ссылаться сегодня на Евангелие от Иоанна тоже, чтобы нам иметь такое более общее представление о Личности и делах Иисуса Христа. Для нас, для всей Церкви, большое благословение именно вникать в Евангелие в целом, смотреть на Иисуса Христа, на Его благословенную спасительную Личность, видеть Его дела, чудеса, Его характер удивительный, Его красоту как Сына Божья и Сына Человеческого. И давайте помнить, что Евангелист Лука особое внимание уделяет Личности Иисуса Христа как Сына Человеческого, который близок к нам, который понимает нас. Давайте сегодня прочтём отрывок из Евангелия от Луки, третья глава с 15 по 23 стихи. Третья глава с 15 по 23. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он?» Иоанн всем отвечал. «Я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно своё, и соберёт пшеницу в житницу свою, а солому сожжёт огнём неугасимым. Многое другое благовествовал Он народу, поучая Его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлась небо, и Дух Святой не шёл на него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе моё благоволение!» Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали сын Иосифов, Илиев». Аминь. На этом мы закончим. Дальше идёт длинное родословное Иисуса Христа, которое мы вкратце упомянем чуть позже. Но здесь такой значительный отрывок получается. Здесь и продолжение истории Иоанна Крестителя, его свидетельства, его служения, его судьба в чём-то здесь тоже упомянута. И дальше крещение Иисуса Христа, о котором мы на празднике крещения слушали неоднократно проповеди. И, конечно, в чём-то трудно проповедовать на такие места, которые часто на празднике проповедуются. Но, тем не менее, мы всё равно вникаем, каждый раз по-новому открываем, берём какие-то уроки. И сегодня я хотел бы взять всего по два урока из жизни и служения Иоанна Крестителя и два урока из этой благословенной истории о крещении самого нашего Господа Иисуса Христа. И первое, что в этом тексте хочется отметить из жизни и служения Иоанна Крестителя, это его верное свидетельство о Христе. Верное свидетельство о Христе, которое имело благословенный плод. Мы уже слышали в прошлое воскресенье прекрасную проповедь о характере жизни служения Иоанна Крестителя, о его личности, о том, как вот эта формальная религия, которая в то время так опутала израильский народ, она была потрясена этим особым служением Иоанна. И Дух Святой действовал, да, Он пришёл в духе силы Ильи, Дух действовал, и народ шёл к нему в пустыню. И удивительно, наш техно начинается со слов, когда народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он. Это уже говорит тоже о эффективности служения Иоанна настолько, что его начали принимать за Мессию, начали задумываться, а не Мессия ли он. Хотя он не творил чудес, да, он не совершал каких-то знамений. И тем не менее, народ... Это говорит о том, что Иоанн сделал свою работу очень достойно, очень эффективно, потому что народ оказался готов, народ оказался приготовленный в ожидании. И тут он говорит своё свидетельство, что именно не он Мессия, не он Мессия, и он всячески превозносит грядущего Иисуса Христа. Он говорит, что вот в Евангелии от Иоанна, кстати, он неоднократно говорит, вот Агнец Божий, когда видит Иисуса, не один раз он это говорит. Здесь он явно по-мессиански, он показывает Иисуса Христа как судью грядущего, могущественного, который как царь, как царь царей, Господь господствующих, потому что он говорит, «Я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнём». То есть он показывает своё отношение к Иисусу Христу как меньше, чем раб. В то время раб мог развязывать ремень обуви. Вот такое было уничижение для рабов того времени. Но Иоанн говорит, «Я даже этого не достоин, потому что настолько велик Иисус, что он просто смиряется полностью». И Иоанн говорит, «Вот он будет крестить Духом Святым и огнём». Это только подготовка, вот эта вода. А будет Дух Святой ко спасению людей и огонь к суду. И образ даётся, лопата в руке его, и он очистит гумно своё, и соберёт пшеницу в житницу свою, а солому сожжёт огнём неугасимым. Здесь вот этот образ, когда просеивали пшеницу в то время и на большой лопате подбрасывали, ветер сносил мекину, шелуху, и потом эта солома сжигалась, а пшеница собиралась в житницу. И этот образ даёт Иоанн, образ Мессии, его власти. Обратите внимание, власть, власть грядущего Мессии, власть Сына Божия. И интересно, что этот плод в Евангелии от Иоанна как раз, вот он очень сильно показан в 10 главе Евангелии от Иоанна с 40 по 42 стихи, когда уже служение Иисуса Христа было в самом разгаре. И мы читаем, «И пошёл опять Иисус за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но всё, что сказал Иоанн о нём, было истинно, и многие там уверовали в Него». Удивительный плод. Спустя год-два, может быть, Иисус приходит на то место, приготовленное место Иоанном, и ему говорят об Иоанне, что тот не сотворил никакого чуда, но всё истинно, они увидели Иисуса. То есть Иоанн смог так им действительно подготовить их сердца, так вот нарисовать этот чудный образ спасительный и сильный, властный, которому нужно покориться, который единственный спаситель, Мессия, и многие, написано, уверовали в Него. То есть начал Иоанн, Иоанн взрыхлил эту почву, посеял какие-то семена, а потом приходит сам Христос, и люди покоряются Ему. Это прекрасный образец и пример для нас, и ободрение для всех благовестников, кто многие годы уже имеет опыт благовестия, кто учится благовестию, кто ещё только начинает и задумывается об этом. Это прекрасное воодушевление, что наше свидетельство не остаётся бесплодным. Оно не сразу, может быть, принимается, но если мы, как Иоанн Креститель, истинно говорим о Христе, о Его Личности, вот даём картину всю Его Личности как Царя, как Спасителя, как Владыку, как Господа, действительно Господина всего мира, как Судью, который будет судить и живых, и мёртвых, о чём неоднократно говорится в Писании, это слово, оно не останется бесплодным. Оно спустя годы Христос придёт в сердца этих людей через другие обстоятельства, через других людей, через средства, может быть, массовой информации в интернете, но коснётся это слово спустя годы и принёсёт свой добрый плод. Действительно, это прекрасное свидетельство для нас и ободрение в служении Иоанна. И я хочу обратить внимание, что Иоанн представляет Христа действительно очень сильного, властного, Владыку, Судью. Это очень важная часть Евангелия. Давайте посмотрим, как сам Христос свидетельствовал об этом уже о самом себе в этом же Евангелии от Иоанна, пятая глава. Посмотрите несколько стихов. 22 и 23. «Ибо и Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Мы видим, что Отец отдаёт весь суд Сыну. С 26 здесь же по 27 читаем. «Ибо как Отец имеет жизнь в себе самом, так и Сыну дал иметь жизнь в себе самом, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Тоже ещё интересное уточнение. То есть Бог наделил своего Сына властью, такую же властью, какую Он имеет сам в себе. И при этом ещё уточнение, потому что Он Сын Человеческий, вот именно ещё поэтому дана такая власть, такой подход к людям, действительно как царь, судья, владыка над всеми, и Он всё понимает, Он всё знает, Он сам пришёл во плоти, и поэтому Ему дана эта власть, потому что у Него и милость, и суд, у Него и милосердие, и любовь, и строгость, и суд, и огонь, и гнев, и всё в Его же руках, как в самом Отце. Поэтому действительно это важное свидетельство Иоанна, свидетельство впоследствии Иисуса Христа о самом себе. И сразу вспоминается мессианский псалом. Здесь можно вспомнить псалом 2, стих 12. Мы можем увидеть это удивительное мессианское свидетельство, такой мессианский призыв. По сути, это призыв Иоанна Крестителя, и впоследствии многих апостолов. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнут в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». Удивительный стих мессианского 2-го псалма. И здесь, с одной стороны, блаженство спасённых, счастье всех, кто уповает, кто принял, кто покорился истинно, покорился Иисусу Христу. И в то же время вот этот призыв «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». Потому что, с одной стороны, Агнец Божий, полный милости, любви, который отдаёт себя, отдаёт свою жизнь, проливает свою кровь, призывает ко спасению. И, с другой стороны, гнев Агнца. В книге «Откровения» последней показаны все ужасы апокалипсиса. Это суд окончательный Божий, но там показан лев из колена Иузины, который, как и одновременно, и Агнец, и в то же время царь, и судья, и владыка мира. Поэтому это удивительное совмещение в личности Иисуса Христа, но это часть Евангелия. И мы должны это для себя, прежде всего, как мы знаем, такой секрет, один из важнейших служителей Божия. Евангелие, прежде всего, самому себе вновь и вновь надо напоминать, учить, проповедовать, воодушевляться этим Евангелем лично для себя, утверждаться в Нём. И часть Евангелия – это власть Иисуса Христа, полная власть над всем. И давайте вспомним Евангелие от Матфея, по сути, конец Евангелия от Матфея. Эта же тема продолжается. Евангелие от Матфея, конец Евангелия, 28 глава, с 18 стиха, когда Иисус даёт повеление ученикам о благовестии, и, как он и говорит, с какой мотивацией, приблизившись, Иисус сказал им, ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот это первая, как бы, первая такая мотивация, первое ободрение, первое воодушевление для того, чтобы идти. И дальше. Итак, идите, научите все народы, крестя их уже не крещением Иоанновым, а крещением спасения, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя всей Троицы, уча их соблюдать всё, что я повелел вам, «И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот такое ободрение для всех нас, учеников Иисуса Христа, что Он с нами, и Ему дана всякая власть. Это величайшее ободрение. Народы метутся, переживают, как во втором псалме. Сейчас вот это волнение есть в политике, в средствах массовой информации, о возможности войны. И вот это всё приводит к каким-то волнениям, переживаниям. Но сейчас нам очень важно смотреть на Христа. Смотреть на Христа, как на царя царей, Господа господствующих. Всё в Его власти. Народы метутся, политики что-то замышляют. Да, какое-то движение есть. Но наше утешение в самом Христе. Он царь, Он владыка, Он спаситель, Он Господь. Мы в Его власти. Он судья, и Он защитник. И пришествие Его приближается. Царь грядёт, чтобы воцариться окончательно на этой земле. Итак, первое, что мы отметили здесь, в Евангелии от Луки, третья глава, это верное свидетельство Иоанна, плод свидетельства. Второе, что здесь отмечается в нашем тексте, что помимо верного, такого эффективного служения, Его слова, у Иоанна Крестителя оказалась трудная судьба. Ира же четверновластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего и за всё, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Интересно, что евангелист Лука, такой врач, писатель, аналитик, вот в писательском деле, как летописец, здесь он как бы нарушает хронологию, упоминает о заключении Иоанна заранее, хотя дальше он как раз говорит о крещении Иисуса от Иоанна Крестителя. Но он просто заканчивает на самом деле здесь свидетельство об Иоанне вот этим упоминанием, что Иоанн будет заключён за правду, вот это за то Евангелие, которое он нёс, и за то, что оно включало в себе и обличение, обличение власть имеющих. Он не стыдился Евангелия и не боялся обличать за грех. Дух Святой даётся, чтобы обличать людей, о грехе, о правде, о суде. Именно так говорил Иоанн, без боязни, без страха. И он говорил Ироду о неправедном браке, о других худых делах, которые он делал. А Ирод прибавляет, что заключает в темницу. При этом его ненавидит Иродиада, жена. И мы знаем эту дальнейшую историю трагическую обезглавливание Иоанна Крестителя по наущению Иродиады, пляшет и угождает Ироду её дочь. И в итоге выпрашивают голову Иоанна Крестителя. То есть вот женщины здесь участвуют. И на самом деле интересно, Лука, он не упоминает, мы помним его свидетельство рождественское от Луки, там он не упоминает о гибели младенцев от Ирода Великого, здесь он не упоминает об обезглавливании Иоанна Крестителя. Он как бы смягчает вот эти тёмные на картине истории вокруг жизни Иисуса Христа. Он смягчает, он ретурширует немножко эти тёмные краски, тёмные краски грехов людей, потому что всё внимание Луки на самом Иисусе. Вот как Иоанн Креститель говорит, «Я ничто, а Иисус Христос – это всё». Может быть, Он как маленькая утренняя звезда, которая предвещает восход солнца, и солнце – это сам Иисус Христос. Это вся слава, весь свет, всё сияние от Него идёт. Лука вот именно смотрит на Иисуса, он немножко смягчает вот эти краски ужаса, которые происходят в греховном мире на политической арене или в жизни людей, какие-то трагедии. И тем не менее просто он заканчивает, вот здесь как бы Иоанн Креститель, он уходит в тень не только на словах. Не только на словах он говорит, «Я ничто, вот Иисус, всё». Но даже по судьбе своей, по обстоятельствам, Бог так обстоятельства допускает, что Иоанн уходит в тень, потому что до этого мы начали наш текст. Народ начал почитать Иоанна за Мессию. Он начал превозносить его. И Иоанн не мог это выдержать. Ему было самому это тяжело, но Бог помогает ему. Бог так обстоятельства усматривает, что он оказывается в темнице. И на самом деле, конечно, для Иоанна была эта трагедия, эта боль. Говорят, эта темница была как каменный мешок. А вспомним, что было с жизнью у Иоанна Кресителя. Он был в пустынях, он всегда был на воздухе, он был всегда вот именно на природе, среди людей, благовестовал, и вдруг он оказывается в каменном мешке. Это просто была пытка для него, сколько он там пережил. Но это действительно, это плата. Вот этот урок второй из жизни Иоанна – это плата за Евангелие. Это та цена, которую на самом деле пережили все мужи Божии Ветхого Завета и Нового. Здесь он в чём-то уподобляется даже Илья, которым он и назван, Ильёй Нового Завета. Когда-то Илья, мы помним, бежал от гнева Ахава и Изавели, потому что он тоже обличал, говорил истину тоже в духе и силе. И также его ненавидели, и он дошёл до какой-то точки, даже когда просил себе смерти, потому что не видел выхода, потому что настолько он был затравлен вот этой властной читой того времени. И действительно, он уподобляется здесь Илье. И он слабеет даже. В какой-то момент он посылает учеников, чтобы удостовериться, удостовериться, это ли Мессия пришёл. Некоторые толкователи говорят, что он для ободрения своих учеников сделал. Это тоже правда своя. Но в то же время вполне Иоанн в этой темнице, в этом мешке каменном мог просто ослабеть свои вери. И он нуждался в ободрении, как каждый муж Божий, как и Илья нуждался в ободрении. И Бог ободрил его, Бог поддержал его, Бог сказал, что есть ещё много людей верных ему. И на самом деле главный урок, что когда с нами происходят действительно какие-то страдания, тесные обстоятельства, которые нас выводят из служения, приостанавливают наш труд, нашу деятельность, на самом деле дело Божие не приостанавливается, а продолжается и даже приумножается. Давайте вспомним урок самого апостола Павла, уже великого апостола Нового Завета. Давайте прочтём послание филиппийцам, первую главу послания филиппийцам, с 12 по 14 стихи. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». И дальше он ещё говорит, как бы не проповедлив, он всё равно радуется, потому что будет плод, будет результат. И он уверен в Господе, уверен в деле Божьем, что для Слова Божия нет уз, что сам Павел тоже оказался в узах, в тесных обстоятельствах. Его благовестие приостановилось на такой широкой общественной ниве, но тем не менее Бог сделал так, что развитие продолжилось. И это удивительный такой принцип благовестия, принцип Евангелия, что действительно при пригонениях, при страданиях служителей приумножается только плод. И интересно проследить ещё это филиппийцам одно из первых заключений апостола Павла. А потом уже, когда, по сути, Павел повторяет судьбу Иоанна Крестителя, во втором Тимофее мы можем прочесть его последние слова, когда он Тимофею уже близок к смерти, близок к обезглавливанию уже от Нерона в своё время, как и Иоанн Креститель от Ирода был обезглавлен. И он полон уверенности в Боге, уверенности в Евангелии, уверенности в вечной жизни. И он увещевает Тимофея, также ободрится, вот он говорит, «Переноси страдания, как добрый воин». И в 4 главе мы читаем 1 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мёртвых в явлении Его и царстве Его». Обратите внимание, именно когда приходят последние дни, часы апостола Павла, он в Евангелии особо выделяет Христа как владыку, который будет всех судить, который праведный судья, не те судьи, которые приговаривают Его здесь к смерти, но он видит Иисуса как главного судью, и он в нём успокоен, в нём уверен. Он предаётся в руки судьи праведного, судьи вечного, владыки своего. И он ободряет здесь дальше Тимофея, что «Будь бдителен, проповедуй слово, настой, обличай, увещевай». То есть вот говори это слово всестороннее, всеобъемлющее, и «Будь бдительным во всём, переноси скорби». До этого он в прошлой главе сказал «переноси страдания, как добрый воин». Здесь он говорит «переноси скорби». Это просто урок, что вот истинное благовестие, скорби и страдания, они рядом. Они рядом, и они разного рода могут быть, но они не могут погасить этот огонь, не могут общий огонь в теле Христа. И посмотрите, восьмой стих, такая лебединая песня апостола Павла. Это 2 Тимофея, здесь же 4 глава, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, обратите внимание, праведный судья». Он видит Иисуса, как праведный судья в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явления Его. Вот он уверен в Боге, уверен в Иисусе Христе. И вот эта часть, важная часть Евангелия, что Иисус судья всех, Он владыка над всем. И даже здесь можно ещё послание к римлянам вспомнить. Послание, где в самом начале, во 2 главе, мы можем прочесть такое упоминание, маленькая сноска, просто сноска. Один стих в свидетельстве апостола Павла о том, что все согрешили, и кто под законом, и кто вне закона. И он упоминает 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа». Вот она, тоже важная часть благовестия. Её отмечает тут же Павел. Бог будет судить тайные людей через Иисуса Христа. Это есть часть благовестия. И поэтому ободрение для нас в том, что действительно страдания могут любого рода с нами произойти, но мы их переносим с Божьей помощью, с Божьей защитой, с Божьим благословением, и знаем, что Евангелие не приостановится. Евангелие продолжается, плод усиливается, Бог тут же выдвигает новых людей, ещё с большей силой, с большим вдохновением, с большим количеством. То есть это ободрение, это урок из жизни Иоанна Крестителя, что его заключение, оно не стало помехой в том, чтобы свидетельствовать о Христе, а что на самом деле Христос явился во всей своей силе и славе дальше, уже после Иоанна Крестителя. И теперь следующий текст, уже мы здесь продолжаем, видим крещение, крещение самого Иисуса Христа. Конечно, это очень сильная такая евангельская картина, которая, как мы уже говорили, проповедуется часто на день крещения Господня. И здесь, конечно, можно много говорить о тайне, по сути, о тайне этого явления, вот этого исторического события, что Иисус, крестившись, молился, был дух в виде голубя снесен в телесном виде, голос Отца, и вся Троица является, вся Троица является при этом. И, ну, давайте здесь тогда отметим, что именно Лука, вот какую черточку именно Лука добавляет и отмечает в этом свидетельстве, в отличие от других евангелистов. А Лука просто говорит в самом начале, когда же крестился весь народ, то есть народ крестится, Иисус идет вслед за народом, «И крестившись, молился». Крестившись, молился. То есть главный глагол здесь получается у нас «молился Иисус Христос». Вот этот главный урок, вот это чудо, ключ дает Лука для нас как людей, он представляет Иисуса как Сына Человеческого, который молится во время крещения. Он не каялся в грехах, как по призыву Иоанна Крестителя делал народ. Он не исповедовал свой грех, потому что Иисус безгрешен, да? Он свят, непорочен и чист. Он агнец Божий, который идет на заклание, готовится к своему служению здесь. Но он молится, он молится, и его молитва чиста, свята, угодна Богу, она имеет плод далеко вперед, она имеет нас, плод, плод – это мы, мы спасенные люди. Он молится о послушании Отцу, он молится о том, чтобы принять этот подарок от Бога, всех тех спасенных, предназначенных Богом, ко спасению. Этот подарок Отца Сыну, он молится и о нас, и впоследствии он будет молиться. На прежде всего Евангелия, и всех, конечно, Евангелий, но Лука тоже очень как-то отмечает молитвенную жизнь Иисуса. Он часто отмечает, как Иисус молился всю ночь, как Иисус молился в разное время суток, в разных обстоятельствах, взывал к Богу. И ученики, видя Его молитвы, они спрашивали, научи нас молиться. То есть это просто был пример, образец молящийся Христос. Это, конечно, воодушевление для нас. Во-первых, что Иисус молится. Во-вторых, Он за нас молится. А во-вторых, и пример для нас, и ободрение, чтобы мы бодрствовали, учились у Него. Причём Он молится здесь, и Он молится в Евангелии от Луки 9, глава «Как преображение Иисуса». Также там, как говорится, Он берёт трёх учеников на гору, помолиться. То есть, обратите внимание, первый мотив этого чуда преображения, ещё одного великого чуда, когда голос Отца аналогичный прозвучал. «Сей Сын мой возлюбленный» добавлено было. «Его слушайте». Но опять преображение Иисуса Христа, это начинается с молитвы. Молитва Иисуса. Здесь крещение Иисуса Христа сопровождается молитвой. Начинается, сопровождается молитвой. Это Сын человеческий молится. Сын Бога показывает нам, через себя проводит вот этот главный урок, как нам нужно зависеть от Отца, как нам нужно взывать к Отцу во всякое время, как нам нуждаться нужно всегда в Нём. Давайте прочтём «Евреям», 5 глава, 7 по 9 стихе. Обычно мы читаем этот текст, когда говорим о Гефсимане, о молитвенном борении Иисуса Христа перед самими страданиями голговскими. Но я думаю, что этот текст в своей силе и значимости относится ко всей молитвенной жизни Иисуса, ко всему Его служению. Давайте прочтём, и мы сейчас поймём это, потому что это судьбоносный текст к нашему спасению. 5 глава «Евреям» с 7 по 9 «Он в одни плоти своей» то есть даётся характеристика Христос в дни плоти, вся жизнь Иисуса во плоти, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за своё благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Это вообще удивительный стих. Здесь как-то и глубина, и поэзия, и доктрина удивительная, потому что здесь такая игра слов, что Иисус научился послушанию и сделался виновником для всех послушных, виновником спасения вечного. Вот это удивительно. Но с чего всё это начинается? В одни плоти Он совершает молитвы, причём с сильным воплем, со слезами, молитвы и моления. То есть здесь весь спектр упоминается вот этой молитвенной посвящённости Иисуса. И я думаю, вот эта молитвенная жизнь, она действительно берёт начало в день крещения, потому что это в первый раз указание, как Иисус молится публично. И это видят люди. Это образец, это пример, это благословение. И в итоге это благословение для всех нас, потому что Иисус здесь, совершая крещение, Иоанн совершает крещение над Ним, Иисус, принимая крещение, по сути, Он посвящает Себя, как Агнец Божий, на отдачу своей жизни нам, на посвящение. Да, будет ещё много свидетельства самого Иисуса, будет много чудес, знамений, учения много, но главное дело – это наше спасение. И молитва о нас, помните, первосвященническая молитва Иисуса, Иоанна 17 глава, это всё ради нас, всё для нас начинается с молитвы, и всё дело нашего спасения включается сюда. И пусть нас Бог благословит, вот действительно начинать всё с молитвы, выпиять к Богу, нуждаться в Нём. Даже когда у нас нет повода, может быть, молиться о каком-нибудь благословении, на дело или защите, у нас всегда есть повод понуждаться в Боге Отце, в Его присутствии, в Его благоволении, о чём мы слышим голос с неба, когда открывается небо. Действительно, молитва – это то, что открывает небеса. Это действительно, это то, что присутствие Бога Отца для нас является исполнением Духом Святым, потому что именно здесь Христос уже облечён силою, благословением для свидетельств, дальше Он будет исполнен Духом Святым идти в пустыню и будет искушаем от Сатаны, от дьявола. И это тоже, это будет победа, величайшая победа Иисуса Христа, о чём будет следующая проповедь, думаю, очень важная, значимая, о том, как Иисус, как второй Адам, победил, победил Сатану и отстоял, отстоял верность Богу, то, что Адам пал, Иисус устоял, и Он стал уже началом нового поколения людей для всех спасённых, которые приняты в Иисусе Христе. И об этом следующий урок, четвёртый, и второй урок из жизни Христа, вот здесь, из крещения Иисуса Христа, это то, что Христос действительно посвящает здесь себя прежде всего Богу Отцу, как послушан Он Богу Отцу и решение всей Троицы о деле нашего спасения. И во-вторых, Он посвящает себя нам во спасение. Он посвящает себя нам. Причём Христу здесь можно упомянуть, что, начиная своё служение, мы прочли, был лет 30. Это возраст действительно, когда левиты подходили к служению, когда царь, пророк, священник, кем и являлся Иисус Христос, также начинали часто своё служение. Для примера, Иосиф пристал пред фараоном в 30 лет, в итоге, чтобы спасти своё родство через благословение, которое получил Иосиф в доме фараона. Давид стал как раз царём в 30 лет, воцарился, и Христос, мы знаем, как сын Давидов, да, был провозглашён людьми. И немножко ещё здесь можно упомянуть эту родословную, которую мы не прочли полностью, но здесь важно как раз отметить, вот как бы сопутствует теме, что Иисус Христос – Сын Человеческий, что Он так молился, как Сын Человеческий, о чём Лука особо отмечает, и даже в день крещения своего. И здесь представлено именно родословное по линии Марии, как думали сын Иосифов, а потом уже идёт Илиев и так далее. Илии – это был, отец Марии. И Иосиф как бы зять Илии, или сын его названный становится. Но вот вся родословная, она идёт по другой линии, действительно, до Марии. Здесь она совпадает, там, где от Авраама до Давида, но после Давида здесь другой сын Давидов упоминается. И если в Евангелии от Матфея идёт царская линия, вот именно евангелист Матфей представляет Иисуса Христа как царя, как мессию, как вот сына Давидова, сына Авраамова, и там вот это родословное от Авраама особенно отмечается, потом Давид, и потом вся царская линия идёт, все цари основные идут через Давида. И он представлен действительно как мессия, как царь. Здесь же, в этой родословной до Марии, действительно, Христос представлен как человек, как сын Адамов. Он заключается, это родословное, Адамов Божий. Он сын Божий, он сын человеческий, он второй Адам. И родословная там более простая после Давида, вот именно как бы более человечная, вечная, не как царская такая заслуженная линия. Поэтому действительно эти обе родословные, если вкратце, действительно дополняют друг друга. Они удивительно показывают, что и как в родословной самого Иосифа, и в родословной Марии вот эти как бы два дерева пересекаются между собой, удивительным образом показывая, что всё совершилось по пророчеству, по предназначению. Но давайте отметим, что действительно здесь Иисус показан как Сын человеческий. И вот в этом крещении действительно показано Божье благоволение к Иисусу Христу. Мы слышим этот голос с небес говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе моё благоволение». Вот этот голубь, мы помним, как в дни потопа голубь прилетал и отлетал, это был такой символ жизни, потому что ворон мог улететь, и он питался падалью и не возвращался. Но голубь всё время искал, искал жизнь, там, где жизнь. И он потом, ветвь, да, масличный лист, как показатель, что появилась жизнь. И вот этот образ, он, можно, как бы первый образ голубя из Ветхого Завета, здесь увидеть, как Бог показывает, что только в Иисусе Христе нашлась вот эта жизнь, без греха, святость, вот эта чистота. Только здесь Дух Святой мог найти своё пристанище и полностью найти вот это удовлетворение. Сам Бог нашёл удовлетворение в Иисусе Христе. И на самом деле вот это благословение, то, что Сын Божий назван возлюбленным Сыном, и то, что только в Нём явилось Божье благоволение, на самом деле через жертву Иисуса Христа, через Его смерть и потом славное воскресение, наше принятие в Нём, мы теперь можем быть полностью уверены в Божьем благоволении и в том, что мы благословлены в возлюбленном Иисусе Христе. В Нём мы приняты, в Нём мы живём, им опрадываемся, действительно, им спасаемся и служим Богу, и славим Бога только в Нём, только в Иисусе Христе. И последний текст, который я прочту в заключении, это Ефесянам, послание апостола Павла Ефесянам. Вот давайте ещё раз вспомним этот голос Отца Небесного в день крещения сей Сын Мой возлюбленный, в котором моё благоволение. А теперь прочтём, как Павел пишет о нас, о верующих, о теле Иисуса Христа, принятых в Иисусе. И посмотрите, созвучие, полное созвучие этих слов, но теперь уже лично к нам. Вот это как подтверждение, что крещение – это было посвящение нам. Это отдача уже, это первый шаг для нашего спасения. Мы читаем Ефесянам первая глава с третьего по девятой стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и не порочи перед Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, да? Сын мой возлюбленный, в возлюбленном, облагодетельствованном мы сейчас, ныне, в котором мы имеем искупление крови Его, прощения грехов, по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём. Это чудное свидетельство Павла. Это благоволение, прежде почившее на Иисусе Христе для всех спасённых, для всех искупленных, для всех избранных, предназначенных, возрождённых. Теперь это всё доступно нам. Вот так Бог относится к нам. Так Бог в любых обстоятельствах, об этом уже неоднократно, я слышал по замечательной проповеди здесь тоже с кафедры, и радовалось моё сердце, что что бы с нами ни происходило, какие бы переживания, какие бы испытания, какие бы поражения бы мы не испытывали, преткновения, искушения, падения, Божье благоволение почивает на нас. Оно вновь и вновь восстанавливает нас, ведёт нас к покаянию, к обновлению, к возрождению наших отношений с Богом, друг с другом. Даётся новые силы. Это всё та благодать, явленная в Иисусе Христе. Вот это крещение Иисуса, это вот этот залог. Давайте помнить об этом событии, помним об этих словах Иисуса, о словах Бога Отца, об этом свидетельстве Духа Святого. Это вся Троица. На самом деле, здесь как раз Павел говорит, что вся Троица участвует и в нашем благословении. Отец спланировал всё в Иисусе Христе прежде всех веков. Сын совершает искупление в похвалу славы и благодати Божией. И Дух Святой запечатлевает. А вся Святая Троица, как в день крещения, она работает с нами, она благословляет нас. И таким образом мы можем славить Бога и приносить плоды. И в заключение я напомню ещё раз эти четыре сегодняшних урока. Это верное свидетельство наше об Иисусе Христе, всестороннее свидетельство о том, что Он и Спаситель, и Судья. Оно приносит свои плоды. Если не сейчас, то впоследствии. Второй урок из жизни Иоанна Крестителя, что могут постигнуть нас страдания, испытания, гонения, действительно разного рода трудности, преткновения на нашем пути в служение, ограничения нас. Но это не может нарушить общее дело и будет всё равно плод и радость, и благословение для всех. Третий урок уже из жизни Иисуса Христа, что Он молился во время крещения, и это открывает небеса, и для нас это ободрение, что Иисус продолжает ходатайствовать для нас, за нас до сих пор на небесах, как небесный первосвященник, и ободряет нас бодрствовать в молитве с Ним. И трудиться в молитве, именно в благовестии, в молитве, подвязаться, бодрствовать, иметь дерзновение такое. И последний урок, что крещение Иисуса Христа и Его посвящение Отцу, и вот это благословение всей Троицы в этот момент, оно передаётся ныне нам. И мы можем покоиться в этом, мы можем иметь Божье благоволение Бога Отца, иметь присутствие Духа Святого, и в Иисусе Христе иметь это благословение и благоволение в возлюбленном. Пусть нас Господь благословит принять эти уроки, а Ему за всё слава во веки веков. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарны Тебе за чудное спасительное Евангелие для нас, которое мы изучаем сей Церковью. И так много уроков мы извлекаем из жизни, в данном случае, из жизни Иоанна Крестителя, когда Он так верно говорил о Тебе с такой властью, с таким дерзновением, когда Он полностью умолялся, смирялся, чтобы Его было просто не видно, незаметно, но Он являл Тебя. И многие люди уверовали впоследствии в Иисуса Христа через это свидетельство. Чудесный урок для нас. И также мы благодарим за этот пример верности Иоанна Крестителя, который оказался заключён и впоследствии принял мученическую смерть. Но, как и многие свидетели твои, на самом деле эта верность, она имеет свой плод и свой результат и свои благословения, и Твоё служение не приостанавливалось, а приумножалось при этом. И благодарим за крещение Иисуса Христа, за этот пример молитвы, который воодушевляет нас, молитва Иисуса Христа, которая не прекращается и поныне, и которая возгревает нашу молитвенную жизнь. И также благодарим за то, что Иисус действительно был так благословен в самом крещении во всей Троице, в присутствии всей Троице и Духа Святого, и голос Отца, и это благоволение, это благословение имеем мы. Благодарность, слава и поклонение Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok